Здравствуйте! В прямом эфире выпуск программы Вести Смоленск в студии Вера Перельман. Смотрите прямо сейчас. Закупаются не только подарками, но и пиротехникой. Где ее продают в Смоленске и на что важно обратить внимание при приобретении и использовании таких изделий. На Нового года осталось меньше недели. Традиционно в это время горожане закупаются подарками, продуктами к новогоднему столу, а также пиротехникой. И к последнему пункту Смолянам необходимо подойти со всей ответственностью и осторожностью. О том, как правильно выбрать фейерверк и где его можно будет запустить, расскажет Максим Филипенков. Впервые за многие годы продавцы на колхозной площади не прячутся от нашей съемочной группы, а наоборот, любезно демонстрируют, что ничего незаконного больше не продают. А ведь еще в прошлом году на прилавках прямо под открытым небом лежали петарды и фейерверки, а теперь плюшевые драконы и полотенца. Короче, ничего запрещенного. Боже упаси. Связываться с незаконной продажей фейерверков, говорят продавцы, стало себе дороже. К тому же покупатели с каждым годом становятся все более осознанными и готовы платить за безопасный праздник без неприятных последствий. Всегда только здесь. Больше никуда не ходим. Здесь проверенные салюты. Точно знаем, что руки не оторвет. А чтобы все части тела точно остались на месте, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют смолянам при покупке обращать внимание на срок годности изделия, инструкцию, которая обязательно должна быть на русском языке. Должна быть упаковка целостная, без деформаций, то есть не намокшая ни в коем случае, и все пломбы на месте. А главное, покупать пиротехнику нужно в проверенных местах, где тепло, сухо и есть сертификаты на изделия. К тому же все фейерверки разделены на классы опасности. Разрешены к продаже только с первого по третий. Первый класс это 50 сантиметров хлопушки и бенгальские огни. Второй класс это, как правило, фонтаны и петарды. Это 5 метров радиус опасной зоны. И вся остальная пиротехника, римские свечи, ракеты, батареи салюты, фестивальные шары, радиус опасной зоны 30 метров. В мэрии Смоленска тем временем увеличили радиус опасной зоны до полусотни метров и определили для гаражан специальные места для запуска пиротехники. В Заднепровье это территория возле бассейна «Дельфин», в Ленинском районе возле пруда в Рядовке, а в Промышленном на зеленой зоне проспекта строителей. Ограничения связаны с противопожарной безопасностью, которую, кстати, нужно соблюдать и дома. Основные новости Смоленского региона вы также сможете узнать на нашем сайте gtrk.smolensk.ru и на нашей официальной странице ВКонтакте. Всего вам доброго и будьте здоровы!